Привет, друзья! Сегодня в социальной сети, да и, в общем-то, вообще во всех СМИ обсуждается заявление Дадона. И это понятно, потому что все-таки это лидер на сегодняшний момент самой крупной левой партии. И понятно, что в будущем они будут играть большую роль в молдавской политике. Может быть, не с этим лидером. Скорее всего, наверняка не с этим лидером. Может быть, не в этом составе. Может быть, даже не с этим названием. Но, тем не менее, это будет все равно ядро для каких-то будущих политических проектов. Но об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас давайте конкретно разберем, что сегодня заявил Дадон. И почему это так важно. Первое. Он сообщил о том, что в партии будут перемены. Теперь у партии социалистов не будет одного лидера, а будет такое коллективное управление. Он говорит, что он предполагает, что пять человек, но, дескать, партия решит. Ну, короче, понятно, что будет пять каких-то человек, которые якобы будут коллегиальным органом, который управляет партией социалистов. Будет генеральный секретарь, то есть человек, который как бы реально руководит всеми внутренними процессами в партии. И будет почетный председатель, который будет ходить, надувать щеки, изображать из себя павлина. И, в общем-то, мы даже уже предполагаем, кто будет этим почетным председателем. Второй момент, который назвал Дадон, это то, что партия социалистов откажется от геополитики, займется традиционными ценностями, их продвижением, национальными интересами, забота о трудящихся. И третий момент, это то, что Дадон собирается отказаться, он уже подает заявление в секретариат парламента, от мандата депутата. Игорь Дадон больше не будет депутатом молдавского парламента. Давайте по каждому из этих пунктов чуть-чуть подробнее остановимся, потому что каждый из них имеет свой определенный смысл. Первое. Почему сейчас? Почему не в декабре, когда будет съезд партии? Казалось бы, ну осталось там два месяца, ну потерпи немножко, выйди и вот все это сообщи, даже это будет интересней, и даже это уже будет подкреплено решением партии. Уже не надо бы говорить, что я предполагаю, я хочу. Что случилось? Почему Дадон не выдержал и выбежал сейчас на эту пресс-конференцию? Дело в том, что подтвердился визит Козака в Молдову. Спецпредставитель Путина приезжает, помимо того, что он будет решать некоторые межгосударственные дела, отношения России и Молдовы, очевидно, что он будет наводить порядок в карманной партии Кремля в Молдове. То есть там назрела давно ситуация, когда надо вмешательство, потому что Дадона уже почти год убеждают, ну не год, с ноября, когда он пролетел на президентских выборах, ему начали давать понять, что Игорь Николаевич, вам пора это вот немножко отойти в сторонку, пропустите других. Ему дали шанс еще выступить на парламентских выборах, но, несмотря на это, в мае уже было принято окончательное решение, что Дадона будут убирать, независимо от того, какие будут результаты на парламентских выборах. И, в общем-то, почему так? Потому что было очевидно, что партия проиграет выборы, и в основном главная заслуга в этом, конечно же, Дадона, политику, которую он выбрал, и людей, которыми он окружил, то есть окружил себя, главное руководство партии. Вот это все те чемпионы, которые привели к партию социалистов к такому хиленькому результату, что даже вместе с коммунистами они не смогли набрать большинство. Почему Дадон решил выскочить именно вот перед приездом Козака? Ну, понятно, что уже решение принято, извините, господин Козак, мы вот тут все как бы, мы хотели как лучший, вот коллегиальный орган, теперь это усилит партию, но на самом деле дело в том, что очевидно, что если будет выбран новый председатель, то есть к чему шло, приезжает Козак и говорит, так, вот, ребята, я вам рекомендую, а рекомендация Козака для социалистов это сделайте вот именно вот так, без вариантов. Ребята, я вам рекомендую вот, ну, например, Батрынча, или там, например, еще кто-то. Если бы это произошло, то все, появляется новый лидер партии, кто после этого Дадон? Никто, полный ноль, к нему никто не приходит на поклон, с ним никто не считается, забирают все привилегии, все вот эти возможности выпячивать себя, в том числе в Москве, и он просто скатывается по политической лестнице куда-то на самые нижние ступеньки. Конечно, он не мог этого допустить ни в коем случае, поэтому очевидно, что все было сделано так, что теперь будет он почетный председатель, тот человек, кого хотела бы Москва видеть лидером партии, он станет генеральным секретарем и будет реально пахать, отвечать за все процессы в партии, а Дадон будет по-прежнему изображать из себя вот такого великого, гениального, и по сути ничего не меняется. Вот все как сейчас, так будет и потом. Просто они тасуют, меняют название для того, чтобы обмануть Козака. И, возможно, им это даже удастся. Получается, что ценой спасения возможности Дадона быть лидером, оставаться как бы на вершине, надувать щеки, будет убита партия социалистов. Потому что все, кто знает молдавскую политику, понимают, что у нас не выживают партии, у которых нет лидеров. Это фикция, это абстракция. Партия без лидера. Они, в общем-то, и в мире не особенно продвигаются, такие партии. Бывают такие попытки. Но у нас в Молдове всегда ценится именно мощный, харизматичный лидер. Мы знаем, что у нас все партии, которые взлетали на вершину, они тянулись именно благодаря личной харизме лидера. Партии, у которой нет конкретного ясного лидера, это все. Это, в общем-то, мертворожденный младенец. И понятно, что, в общем-то, скорее всего, после этого они потеряют еще как минимум половину от того, что у них сейчас есть из рейтинга. А может быть и больше. Но для Дадона важно же не это. Ему важно то, чтобы он по-прежнему оставался важным, почетным председателем. Он даже уже не просто председатель, он уже почетный председатель. Может быть, даже его новый этот лайф, который он хочет возродить по пятницам, будет так и называться. Почетный председатель Игорь Дадон отвечает. Или почетный председатель, почетный Игорь, почетный Дадон отвечает. По поводу отказа от геополитики. Ну, во-первых, начнем с того, что я в это не верю, потому что нам это социалисты говорили несколько раз. В частности, год назад, вот в это же время, в октябре, Дадон во время президентских выборов говорил, что мы нет, все, мы не занимаемся геополитикой. Мы сконцентрировались на внутренних проблемах. Его хватило примерно на две или три недели. После этого опять пошла вот эта истерия. Анти-НАТО, анти-Украина, анти-США, анти-весь мир. И за Россию. То есть, ну, как-то вот он не может удержаться в этом. И, в общем-то, там социалисты все такие же. Я не представляю, кто там может какие-то национальные проекты. О чем это вообще? Ну, вообще, знаете, когда он выступал, вот я это слушал, когда он говорит, патриотизм, национальные интересы, традиционные ценности. Прямо вот в ушах начинает звучать марш национал социалистов из 30-х годов. Какая левая партия говорит об этих вещах? Патриотизм, национальные интересы, традиционные ценности. Это типичная правая или даже ультраправая партия. Но у нас же все не так как-то. У нас все вот так перевернуто в Молдове. Так что, в общем-то, это нормально. Но, повторяю, вот из всего его сегодняшнего заявления этот кусок можно вообще выкинуть. Во-первых, потому что, скорее всего, это ложь. Во-вторых, потому что это не более чем просто заявление. По поводу отказа от мандата, который тоже сегодня сделал заявление и говорит о том, что он отказывается от депутатского мандата. Ну, это не ново в молдавской истории. Ткачук отказывался от мандата. Плохотнюк отказывался от мандата. Так что, в общем-то, кстати, два раза даже. в этом ничего нет, но почему он это делает? Здесь некоторые могут предположить, что, дескать, это вот такой вот мощный ход, а сам он вообще дал какое-то объяснение, выходящее немножко за рамки логики и разума. Он сказал, мне нечего делать в этом парламенте. Этот парламент, типа, ну, он не для меня. Мне там делать нечего. То есть всем остальным депутатам социалистам там есть что делать, а вот Игорю Николаевичу там делать нечего. Это ниже его достоинства сидеть в таком парламенте. Ну, а эти там его, пусть сидят. Ладно, разрешу им там посидеть. Но на самом деле это и не какой-то геройский шаг. На самом деле все немножко проще. Дело в том, что с большой, очень большой вероятностью к нему придут прокуроры, не к нему, а в парламент на заседание придет новый генеральный прокурор и попросит снять иммунитет с Дадона. Это не значит, что его арестуют. Потому что у нас в прошлом парламенте, прошлого созыва нескольких депутатов снимали иммунитет. Снимали иммунитет с Канду, снимали иммунитет с Шибатыря, снимали иммунитет сразу с нескольких шоровцев. Никого из них не арестовали. Ну, там Таубер что-то покошмарили, там сутки или сколько ее там задержали и тут же отпустили. Поэтому просто могут прийти и снять иммунитет. Но вы же представляете, какое-то унижение на всю страну, парламенте, депутаты, большинством голосов, голосуют снять иммунитет с Дадона. В мировых новостях с экс-президента Молдовы сняли иммунитет. Позорище просто. Поэтому Игорь Николаевич решил почетно сбежать оттуда. Потому что теперь у прокуроров только как бы два варианта. Либо прийти к нему домой и арестовать его, либо не морочить голову. Потому что просто вот такое вот публичное опускание его в парламенте уже не получится. То есть надо или действовать, или не действовать. И он, в общем-то, здесь, наверное, правильно поступил, потому что он спас себя от унижения. Но, в общем-то, иммунитет ему ничего не давал, потому что мы прекрасно знаем, что у нас легко снимали иммунитет, как я сказал, в прошлом парламенте. До этого, кстати, с Филата сняли иммунитет и прямо его задержали буквально в этом же заседании, после заседания. Поэтому депутатский иммунитет в Молдове ни от чего не спасает. В общем-то, здесь, наверное, тактически из всех шагов, даже стратегически из всех шагов, которые он сегодня сделал, это был самый разумный. Потому что, повторяю, первое, то, что реформу в партии, удаление лидера и замену на коллективные органы, это убьет партию, но поможет немножко ему остаться лидером. Второе, это вообще ни о чем про их патриотизм, национальные ценности, имитация всей их заботы о народе. Но третье, то, что отказался от мандата, спас себя от унижения. Не спас себя от возможного ареста, но, по крайней мере, это будет не так позорно выглядеть. Вот такие дела. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok